здравствуйте дорогие друзья сегодня мы с вами вещаем немножко в другом формате в движении весь процесс сегодня будет проходить важнейшая тема о том как нужно питаться перед тренировкой и после тренировки когда самое оптимальное время употребления углеводов белков и жиров для максимизации роста мышечной ткани важнейший вопрос ребята который нам с вами нужно обсудить и если вы были не подписаны на этот канал на котором мы делимся супер тайнами обязательно подписывайтесь а я буду тренироваться сегодня моя главная задача втиснуть тренировку груди в 35 минут свободного времени которые есть между тренировками записью видео и онлайн консультациями поехали так очень важно когда вы потренировались мы использовали наш запас гликогена мы использовали практически всю энергию которая содержалась в мышечных объемах которая содержалась в печени то есть весь наш гликоген друзья мои был использован в виде энергии что происходит в данный момент в данный момент наш организм будет использовать жировые отложения для резкого восстановления запасов гликогена которые позволят нам быть мобильными которые позволят нам восстановить какую-то силу естественно основные моменты по восстановлению будут происходить ночью но первые вопросы по восстановлению главной первичной энергии в мышцах будут естественно проходить моментально именно из жира когда вы кушаете сразу после тренировки что вы делаете вы повышаете инсулин вы даете организму получить углеводы белки в больших количествах и это восстановит в первую очередь ваш гликоген то есть ваш гликоген будет восстанавливаться из пищи которую вы получили и запасы жировые будут вообще не тронуты то есть для нас для натуральных атлетов для тех людей которые блин не используют допинг это вообще не вариант друзья мои вы услышите меня я очень хочу чтобы вы поняли всю правду и всю страшную картину заговора можно так сказать производителей спортивного питания нам блин постоянно толдычат о том что для того чтобы восстановить мышцы чтобы строить мышцы нужно моментально прям заброситься протеином быстрым после тренировки и ваш организм начнет использовать аминокислоты для строительства мышечных объемов и прям моментально восстанавливаться это все херня ваш организм растет и восстанавливается ночью ночью друзья мои он будет использовать энергию углеводы белки аминокислоты которые вы съели вчера они сегодня этой ночью после тренировки вы например сегодня позанимались сегодня вечером вы ложитесь спать и то что вы съели вчера он будет использовать для восстановления и для вашего прогресса то что вы съели сегодня он будет использовать завтра процесс обмена веществ медленный а когда вы выпиваете долбанный быстрый протеин он в первую очередь приводит к жесточайшему выбросу инсулина инсулин свою очередь полностью нейтрализует все вопросы по жиросжиганию а активирует вопросы по жироотложению и поэтому когда вы занимаетесь повторяюсь натурально когда вы пьете спортивное питание после тренировки это не приведет к вашей смерти но это приводит к тому что мы имеем запасы жира лишние которых могло и не быть вы будете прогрессировать в силовых показателях вы будете становиться сильнее быстрее выносливее ну что вы и так бы стали сильнее быстрее выносливее потому что ваш организм восстанавливается и так блин во время сна а этот протеин ничего не решает поэтому после тренировочный прием пищи это абсолютной чистой воды маркетинг по продаже спортивного питания и ваше самоудовлетворение потому что я же блин забросился все теперь он будет расти и масса растет на глазах прям месяц два три но друзья мои натурально масса растет медленно 500 300 200 грамм в месяц чистых мышц зависимости от того на каком генетическом уровне вы находитесь относительно вашего генетического потенциала в основном те килограммы набранные в первые в первые месяцы это жир это непосредственно жир который так бойко откладывается от приемов излишнего количества белка и естественно уровень энергии будет очень сильно падать когда вы выпили протеин когда вы больше ничего не едите часть этого белка основная 90 процентов будет отложено в жир а часть будет использована для восстановления уровня гликогена затем уровень сахара и уровень белка в крови полностью падает вы остаетесь в высоком инсулине и вас начинаете липать вам нужно срочно что-то сожрать потому что эффект от приема протеина точно такой же как эффект от приема какого-нибудь пончика когда у вас сахар повысился сахар упал инсулин в крови и вас дальше начинает опять же точно также телепать и нужно что-то сожрать мой совет которым я хочу с вами поделиться знания которыми я делюсь и на этом канале если вы не подписаны обязательно нужно подписаться то как блин тренироваться натуральным атлетом как поддерживать уровень жира круглый год низким как питаться и в этой ситуации друзья мои не жрать будет самым лучшим вариантом для поддержания низкого уровня подкожного висцерального жира для восстановления вашего организма вам будет достаточно одного-двух-трех приемов пищи но во второй половине дня ваш организм будет использовать эти калории эти энергетические единицы в виде белков жиров и углеводов ночью не сразу после тренировки так не происходит даже у профессиональных бодибилдеров рост происходит ночью но он выражается более бойко и они ходят очень вялые постоянно потому что высокий уровень тестостерона приводят к лучи и боже это вообще сейчас нам не нужно нам нужно друзья мои определиться как вести себя относительно пищи перед и после тренировкой перед тренировкой это вообще отдельная история даже и не думайте забрасывать быстрыми углеводами в этом нет никакого смысла вы забрасываетесь быстрыми углеводами резко выстреливает сахар резко подымается инсулин вы получите только то друзья мои что во время вашей тренировки вы сожжете ваш гликоген восстановите его из сахара который вы принц или и ни грамма жира не потратится и все разницы больше никакой не будет между тем что вы просто не поедите а вот если вы тренируетесь на голодный желудок если вы ждете после тренировки несколько часов и не едите это будет приводить к повышенному жиросжиганию я уже объяснил часть жира будет восстанавливать гликоген это приведет к тому что ваши гормоны гормон роста и в особенности тестостерон будут вырабатываться намного намного веселее потому что ведь ваша тренировка является ключом буфером к созданию стресса для выработки гормона роста самототропного гормона и тестостерона а когда вы после тренировки забрасываетесь будь то протеин или просто едой все эти друзья процессы вызывают выброс инсулина а инсулин это первичный доминирующий гормон который давит на своем пути все все действия жиросжигания все действия гормона роста все действия тестостерона на откладываются и отходят на задний фон в первую очередь мы занимаемся в таком случае жира отложением и процессами переваривания вот это к чему приводит инсулин после перед и во время тренировки не вздумайте друзья мои тренируясь натурально есть до во время и после тренируйтесь восстанавливайтесь будьте здоровы друзья мои обязательно подписывайтесь на этот канал ставьте пальцы вверх всем вам огромное спасибо за ваше внимание а я блин побежал потренирую грудь свою потому что мы с вами уже почти здесь сколько 78 минут а время то идет побежали тренироваться всем пока ваше внимание